здравствуйте друзья с вами иванова галина и сегодня я хочу поделиться с вами еще одним экспериментом который я решила провести черенками пеларгонии вот такие у меня есть череночки они одного сорта но разных расцветок я хочу их посадить вместе именно на этой стадии пока они такие небольшие в одну небольшую емкость вот 500 миллилитров такая баночка от творога с тем чтобы они их ветви перепелились процессе роста и получилось такое как бы цветок имитация вроде бы как одного с разными цветочками что получится не знаю эту идею я позаимствовала на канале своя закваска очень интересный канал там автор правда это делал с черенками петунии тоже получились не очень интересное кашпо как у меня получится с пеларгонией я пока могу только предполагать может быть у вас есть свой опыт поделитесь пожалуйста но я покажу как я буду делать здесь довольно важно подобрать растения одинаковые по силе роста поэтому я беру два сорта но разная расцветка по идее и сейчас они развиваются одинаково и по идее не должны друг дружку будут кто-то опережать кто-то быстрее расти цветочки эти очень красивые большие шапки образуют единственный их минус они сыпятся но для улицы они прекрасный вариант шапки такие большие что можно простить им даже то что они осыпаются делать я буду это все довольно просто вот сюда я насыпала перлит сейчас добавлю сюда грунт это будет покупная покупной грунт вина немножко добавила в него песка и кофейной триходермы которые тоже кстати сделала они немножко позже расскажу в другом одном из другого других видео но сделала не с первого раза но так и сделала вот и буду их сюда садить сейчас наполню грунтом покажу как проще опытные садоводы знают новичкам может будет интересно покажу как наполняю грунтом так чтобы удачно удачно было и легче пересаживать в эту емкость прежде чем пересаживать достаю вот эти растения так надо будет не все-таки пометить где у меня какой сорт будет высажен в эту баночку до тех пор пока не начнут свистеть на всякий случай так вот эти крышки довольно хорошие надо было немножко больше полить ну ладно так и второй стар потому что стаканчики мне сейчас понадобятся здесь тоже хорошие корешочки укореняется это пеларгония очень быстро так и теперь я вот эти стаканчики сюда установлю чтобы мне было проще засыпать грунт то есть я засыплю были бы чуть больше емкость было бы лучше было бы лучше но пока сделаю так вот так я заполнила вот эти стаканчики сюда тоже попадал грунт это не страшно но сейчас мне будет удобней сюда помещать уже пеларгонию главное мне сейчас не перепутать где у меня какая вот здесь у у меня red хотя покупала я как семена maverick violet должны были быть фиолетовый но не получилось вот и вот так сюда довольно удобно поместить сюда я сейчас грунт подсыплю и соответственно вот сюда здесь немножко этот повыше поэтому немножко удали вот так грунт и прижиму чтобы они были примерно на одном уровне у меня немножко их потрясу и сюда по бокам вот видите практически заполнилось они получились довольно близенько друг другу ну и надеюсь что у меня получится то что я задумала друзья был у вас такой опыт да я знаю что можно большие растения потом пересаживать то есть уже когда ним рядышком посадить но здесь по идее должен получиться такой более интересный вариант более перемешанные листочки цветочки должны получиться но по крайней мере я на это очень надеюсь вот с этих стаканчиков подсыпаю грунт который которого здесь не хватает и сейчас немножко полью немножко потому что пеларгония вы знаете она не любит излишний полив совсем чуть-чуть возьму себя в руки и полью совсем чуть-чуть хотя иногда сложно сделать хочется чтобы получше было но получается не всегда вот таким образом друзья и еще один мой такой лайфхак который я для себя нашла тоже случайно мне получился я сейчас грунт здесь замультирую после того как полью а чем замультирую сейчас покажу вот немножко полила и сейчас я вот сюда подсыплю вот такой вспученный вермикулит открыла его для себя совсем недавно случайно можно сказать он продавался в упаковке в которой не было видно его структура но я привыкла что перлит ой простите вермикулит вермикулит привыкла что вермикулит он мелкий но мне такой раньше попадался здесь оказался вот такой довольно крупный я поначалу расстроилась но потом решила что буду его использовать для мульчирования и знаете что заметила еще что вот где замульчированы вот эти растения их не любит вот этот грибной комарик стало значительно меньше все растения не замульчировал потому что есть и рассада а вот те которые замульчированы комари как-то их обходят стороной может быть случайность но в любом случае выглядит хорошо и грунт не так пересыхает ну вот таким образом поэтому я для себя использую вот такую мульчу напишите мне пожалуйста используете ли вы мульчу для своих комнатных растений это именно для комнатных растений конечно для улицы надо сильно много этой вермикулита поэтому я пока на такие затраты не иду он хоть как бы недорогой но тем не менее тоже денежку стоит ну вот получился у меня вот такой так скажем вазончик две пиларгонии я сюда посадила но надеюсь на благоприятный исход моего эксперимента сейчас им нужно подрасти они в принципе хорошо развиваются ну а я буду держать вас вас курсе и кстати хочу еще пользуясь случаем раз у нас сегодня разговор о пиларгониях всех кто любит цветы я приглашаю и есть аккаунт у вас в контакте я приглашаю в беседу в контакте я создала такую называется тусовочка цветонутых надеюсь никто не обидится тех кто любит цветы там можно и фотографии своих цветов рассказывать но спрашивать какого-то совета помогать друг другу советами можно обмениваться растениями выкладывать где-то предлагать к обмену и так далее ну то есть такая доброжелательная тусовочка людей любящих цветы поэтому если вам интересно если вы в теме есть чем поделиться себя показать и других посмотреть присоединяйтесь ссылочку я оставлю в описании и в первом комментарии под этим видео ну что друзья пожелайте мне удачи и моим пиларгонском цветы очень красивые мне понравился этот сорт маверик из-за своих шапок листва очень тоже красивая но здесь они пока под подсветкой немножко будет идти зона такая более темная пока здесь не видно к сожалению вот а фото как они цвели эти пиларгонии я вам покажу в сюжетах кто будет с мобильного смотреть телефона и записях в сообществе на моем канале youtube ну и конечно беседочки тоже выложу вот друзья спасибо большое тем кто досмотрел это видео большое спасибо кто поделится своим опытом в комментариях присоединяйтесь к беседе и до новых встреч друзья пока